Колпачок потом возьму, мы его установим сзади, обезжириваю посадочное под сальник и кромочку сальника я смажу герметиком. Сальник встает вот так вот в кромку и вот этим кольцом прижимается шестью болтами, вот таким образом и сальник уже держит смазку из кулака, но чтобы по наружу сальника не бежал, вроде бы он здесь и прорезиненная кромка, но я лучше промажу. Обезжириваю обезжиривателем. И мажу герметиком, обычный черный герметик. Вот прямо саму кромочку. КОНЕЦ Выравниваю. Болты заказал новые, они идут подкаленные, черные 250-693. Вот такие вот болтики, головка у них на 11. Вставляю в сальник. И вставляю вот это кольцо, таким срезом вверх, а внизу два пропила. Все. Здесь уплотнитель затянул. Единственное, когда ставил, забыл сверху поставить вот этот кронштейн под тормозной шланг. Открутил болты, вот его поставил. Здесь затянул, здесь затянул, зашплинтовал и теперь можно устанавливать новые тормозные цилиндрики. Один цилиндрик идет 24-37-43. Второй идет 24-37. А, они одинаковые. Это на другую сторону, они идут разные. Левый и правый. Здесь как раз написано Front LH. А там Front LH. Номер ее сейчас покажу. На правую сторону, вот Front LH, идет номер 243-744. Четыре цилиндры. Здесь на каждую колодку свой цилиндр. Один сверху, один снизу. Ну и штуцер прокачки. Так, это у нас получается, вот в ту сторону смотрит. Вот так устанавливается. Закручиваю. Все, второй цилиндрик я установил. Теперь беру колодки. Колодки тоже фирмы Брид Парц. Номер колодок STC 3944. Передние колодки на этой модели шире, чем задние. Вот такая вот колодка. Вот это место у нас для разводки колодок отсюда ставится. Сейчас мы их подставляем. Так, это у нас с той стороны. А это у нас... С этой стороны. И я неправильно цилиндры установил. Цилиндры надо зеркально устанавливать, чтобы они на меня вот сюда смотрели. Перекручу цилиндры. Переставил цилиндрики зеркально. Теперь вот эти поворачиваем так, чтобы у нас колодка... Так. Одеваем эту пружинку изнутри снизу. Здесь есть для нее держатель. За этот держатель цепляем пружинку. Заводим колодку сверху вот в этот паз. И крючком пружину натягиваем снизу. Аналогично верхнего. Вот такой же штырек торчит, штифт с проточкой. На эту проточку защелкиваем пружину. Сначала нижнюю, а потом отсюда защелкнем верхнюю. Все. Колодки установил. Ну, честно говоря, помучился. Пружины очень жесткие. Но стоят они... Вот на эту колодку стоит снизу, а на эту колодку стоит сверху. Получается зеркально от паршинка. Все. Можно устанавливать тормозной барабан. Так, 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 так. Так вот. Все, теперь только стоит. Выравнивать колодки. Чтоб барабан у нас стоял ровно. Отсюда одеваю резиновое кольцо новое. Смажу его силиконом. Беру новый колпачок металлический 219-098. И забиваем его. Все. Собрал я целиком цапфу. Теперь можно залить поворотный кулак смазки. Поворачиваю в бок, чтобы у нас шаром не перекрывалось отверстие. Так же в комплекте идет смазка с поворотным кулаком. Там идет специальная... Это по брит-парцу. Где ее номер? Где ее номер? А номер ее... А, вот. STC 3435. В оригинале идет такой же номер. Здесь шланг идет. Откручиваем колпачок, одеваем шланг. Заводим его сюда и выдавливаем. Заводим его сюда. 370 грамм на упаковке написано. Все. Выдавил все. Сейчас еще я отожму посильнее. Вытаскиваю наконечник и закручиваю заглушку. Заводим quiero. Норма разбревом. Завод kineticene. Завод derivative следующего. Г Indiaлия. ИзвестиметSet. or瓶. Поблема. Гэр. Гルяв. Так же меняю со второй стороны. Оба кардана я сделал. Теперь предстоит раздаточку. Немножко почистить, подкрасить, снять кронштейны. Тормозной барабан ручного тормоза, крышки. Придать немножко человеческий вид. И заменить сальники на хвостовиках. Пока чищу все это щеткой, где возможно. Продолжение следует... Продолжение следует... Прокладку новую поставлю. Вот такой вот ремкомплект Brideparts. Коробки и раздатки. Достаю прокладки, колечки и все это устанавливаю по максимуму. Прикручиваю крышку. Все. Теперь добираюсь так до каждой крышки. Все снимаю. Все снимаю. Чищу вокруг. Ставлю новые прокладки. Ставлю новые сальники. Также эту крышку снимаю. И перебираю полностью. Потом уже покажу результат. Привел я коробку с раздаткой вот в такой надлежащий вид. Заменил прокладки. Заменил сальники на передний и на задний кардан. Покрасил все крышки, барабаны, поддон. Также рычаги управления покрасил. И все помыл, почистил. Пока поставил ее на место. Подушки тоже установил новые. Так же и с этой стороны. Новые подушки, новые болты. Ну и теперь буду заниматься двигателем. Потом уже попробую двигатель на месте поставить сюда. Соединить вместе с коробкой.